Как вы можете видеть, там довольно жарко и стоят вентиляторы, в том числе настольные. Остается 4 секунды, Данцев продолжим. Да, там на самом деле много всякой светомузыки, еще из-за этого может быть жарко каких-то вот этих софитов. В любом случае, да, там скорее всего мешочек со льдом, у нас стартуют очередные драфты. Я вот говорил по поводу того, что в одном моменте из Барца выбили Бессмертие, он перезакупил заморозку, поражал ее, и потом еще пока он стоял в заморозке, его хилил Эсос через Лутимативную, и он по факту обновился. Подфайк, но по-моему он все равно там погиб, но в любом случае стартуют. У нас следующая каточка, Неха против Бернет Слэш, Неха пока что отстают со счетом 1-2. Слева у нас сразу же в банк Тиги Глу Орлот отлетает, справа Бан Ван и Чонг. На ласт банк, кого же будут сейчас забирать Джой какой-нибудь? Нет, все-таки Кая, Кая на самом деле крайне опасный человечек, и возможно их... Бернет Слэш все разы банили Каю. Ну это правильно, да, да, правильно. Ну и собственно Джой на АПП, инсталлок, не Валентина, не что-то еще, а именно Джой. И Валентина Фредден логично отходит для коллектива Бернет Слэш. Да, что два пика. Два пика. Два пика. Будем опять пробовать играть через Франкевича. Ну вот Франк на самом деле уверенный был пик, и он сильно, мне кажется, уверенный. Ну я, мне кажется, надо брать Франка, он хорош был действительно на нем, и я считаю, что это полезный выбор. Притом, этот полезный выбор, знаешь, можно теперь укрепить, если вы просто забаните эстаса. Уууу, а мне нравится, а мне нравится. Неплохо, неплохо, согласен. Бэйн плюс Ив звучит неплохо. И вы перегружаете очень сильно Валентина, ну, с другой стороны, конечно, Валентина может врать все, что угодно. Да, она даже, скорее всего, будет чаще забирать клеточку Ив под деф, да, например, а ульту Бэйна уже под инициацией какие-то. Хотя и то, и то, но в обоих случаях работает неплохо, ульта Бэйна даже как-то применяться может в большем количестве случаев. И у нас сейчас будет уходить какой-то пик направо, это, скорее всего, будет Голдер, потому что нужно немножко лайном и так подразменяться, чтобы баны отличались и не топить под одни линии. Ни по факту, ну кто, опять какая-нибудь Беатрис, есть Клауд, есть Франкевич, Франкевич. А теперь Франк уже будет у Бернекс Флэш. Что, проходимся банами по роумерам со стороны Бернекс Флэш и Стрелков? А хороший ли выбор Франка здесь конкретно? А почему нет? Джой? Ты против Джой? Ну, хотя, да, Джойку, если. Ну, Бэйн там всякие рыбы подстреливать будет по тебе, через тебя будет подстреливать. Такая удобная цель, на самом деле, для него, но ладно. Конкретно против Джойки смотрится очень-очень. Так это, скорее всего, будет Танка Бэйн, и он столько урона не наносит. Ну, все равно, знаешь ли, там такие существенные циферки-то вылетают. Ты прострел, я говорю про прострел именно, то есть он тебя не будет шопать. И даже тут нет. И цель, которая за тобой. Ну, и, соответственно, а ты же хукаешь? Ты же не просто так, да, ты хукаешь, либо если Джой далеко забегает. Поэтому мне Франка очень нравится. Ну, ладно, я с тобой соглашусь, Сашка, спорить даже не буду. Хороший выбор, в любом случае, Франк сейчас крайне метовый герой, и Танкалот не доживает. У нас до второй стадии, что очевидно. Банится еще и Мелис, слева-справа, Брок и Чу. Против Эхо Чу банить, да и надо, наверное. Здесь хочется еще какую-то массовую, может быть, комбинацию. Может, вспомнить времена какого-нибудь Атласа, опять же, но там Валентина забывать не стоит. Либо вообще, какого-то Дигги для себя забрать. Кстати, ну, хотя там опять ты будешь Валентине кнопку отдавать. Да, Диги Банни, Диги Банни, подожди. А, Диги Банни, да. Еще на первой стадии. Ну, все, не будем разгонять эту фантазию справа. Что нам нужно? Добрать полу-три снова персонажа. Беатрис Кэрри, можно подумать еще в сторону Лесли. Кэрри, мне опять не нравится, ренжа маленькая. Нужно брать что-то Мелисса, опять же, не так просто будет под нее добраться здесь. Либо Беатрис, ну, Беатрис, да, вариант неплохой. Мелисса Банни. Да, господи, но хватит банить героев, о которых я думаю. Слева все-таки у нас Кэрри. Не знаю. Кэрри, ну, под клетку, под Бэйна, да, может быть, и Хуфра еще. Пик, очевидно, неплохой. И с двух сторон мне они оба нравятся, но пока что слева чуть больше. Преимущество на глаз за это дело цепляется. Справа у нас остался либо Эксповик, либо Лесник. Но я предполагаю, что все-таки Эксповик Фредерин, наверное, опять в лесную линию. Да, у нас пойдет. Ни кого же можно здесь для себя прибрать. Какой-то Мартис, не знаю. В смысле, в Экспу берем? Не, не, в Экспу берем. Ну, конечно, да. Давай в Экспу, сейчас поспорить. Углу забанен, Орлот забанен. Берем Лапу-Лапу. Лапу-Лапу. Или Обин и Детту, не? Уранус, кстати, хороший результат. Против Кэрри. Какая разница? У тебя, ну, у тебя зато два хороших фронтлайнер, Кэрри двоих сразу не убьет. Ну, может быть, да, соглашусь. Буду сегодня соглашаться на Сашей почаще, да. Сегодня спорили много, спорили. В каких-то моментах мы с тобой не сходились. Но здесь, да, неплохо, неплохо. Но все-таки, наверное, Экспу мне нравится в этот раз побольше, чем у Бернэк Флэш. Как будто реализация выглядит проще. Но в любом случае увидим, как это все на деле будет работать. У нас выходят опять тренера, вот эти аналитики, в свою комнатку отдельную. Покидает свою команду и будут наблюдать уже оттуда за происходящим на этом матче. Напомню, если Бернэк Флэш выигрывает эту катку, они занимают третье место на нашем турнире. И зарабатывают для себя сразу же автоматом 30 тысяч долларов. И счет у нас 2-1. Поэтому это крайне-крайне может быть вероятно. Потому что Эхо нужно сделать две победы. Нужно делать две победы коллективу Эхо, если они хотят выигрывать. И всего лишь одна игра. Матчпоинт для Бернэк Флэш. МСЦ 2023. Сражение за третью строчку. Коллективы Эхо в синем углу ринга. И команда Бернэк Флэш в красном. Поехали! Пошло нагнетание со стороны Франка. Не так это, наверное, работает классно, как это было год назад. Когда не переработали немножко вот этих отводов лесных крипов. Но все равно заставляет Бэйна потерять большое количество времени. Потому что Фрэдмэн для себя уже синий баф забрал. Он находится на своем красном. И Бэйн только подошел, по сути, к синему. Здесь Джой пытается играть. Не пытается. Но вот сейчас будет. Пытаться играть как раз типа, наверное, монетки. Будет как-то отсюда Атом отгонять. Но пока что ребята не хотят врываться в какие-то разметы. Более Уранус там начинает подстакиваться потихоньку. Ну, он настакал сюда чувствует себя весьма-весьма комфортно. Ну и, кстати, пока что не очень активные действия ведут. Оп, Атом хорош, успел. Тистаки не слетели. Ну и заходит вперед. Дополнительно хочет чуть-чуть голды. Сикэт минус флейк. Да. И сейчас выходы какие-то, может быть, под нижнюю линию. Баникьюти недалеко ли ты заходишь, дружище. Там же Франка есть. Как-то прям ничего не стесняясь. Но понимает, что у него здесь под рукой Карл Тизи и в Яве. И заряжается прыжочек на хуфре. Но прожиматься он не будет. Интересная позиция от Фредрина. Но, опять же, не хотят на какие-то явные противостояния. И удары лбами заходить обе команды. Дожидаются появления объекта в виде черепахи. Здесь Атом встречается с Энджи. Начинает накидывать урончика. Не будет ли продолжаться. Недалеко заходит у нас Карл Тизи. Простреливает первой способностью, но не чувствует. Это все дело Уранус. Напрыгивает на него, садится Джой. Джой начинает играть также и по Фредрину. КП у черепашки остается около 50%. Нужно что-то придумывать. И Ави заряжает свой прыжочек. Ай, не попадает. И Смайд был немножко кривоватый. Забирает Фредрин. Все-таки для себя этот объект. А это два, две клеточки от Ив. Размениваются кнопками. Падает у нас Бейн. Фёрст Бласс. У нас уходит какой-то из команд. Я не проследил этот момент. Даблкил делает для себя Ив. И забирает еще и Урануса. Ну, в итоге черепаха для Бернекс Флэш. Чуть ранее Смайд отдал Карл Тизи. И за счет этого еще хорошее продолжение было по файту. Два в два разменялись. Румер и Эксперт команды Бернекс Флэш погибли. В размены на Лесника и Экспера у команды Эхо. Бернекс Флэш себе вывезли за этот файт куда больше. Ну, наверное, чувствует себя приятненько. И... Хук не находит своей цели. Летает, не магнитится. Ну и ладно. В любом случае... Кстати, плохо, что Уранус не против Франка играет. Он полностью из металла состоит. Может быть, там-то получше бы магнитилось. Но в любом случае посмотрим. Но у нас здесь... Ну, ты Урануса попробуй забери. Там знаешь, что тяжеловато будет. Замагнитило, а делать-то что дальше с ним? Ну, так тем более, знаешь, если ты его замагнитишь, то сразу очищь будет поджиматься. Но сейчас очищения нету, но вообще в дальнейшем. А вот если, конечно, с подавлением, там уже немножко другая история. Калтизи заходит. Их с голдом Краба будут забирать. Все-таки Сенфорд находится рядом в позиции. Также и Чима аутсмайтит своего соперника. Ну, вернее, смайта не было у Калтизи. Чима все-таки по левелу чуть выше. Да, хороший на самом деле старт для себя фиксирует Бернг Слэш. На 700 золота как раз-таки впереди. Для четвертой минуты это неплохо на самом деле. Но не сказать бы, что большой отрыв. Здесь приходится возвращаться у нас Джой обратно к себе на базу. Он заканчивается маном. Беатрис чувствует себя чуть получше на линии. На 500 золота опережает Кэрри. Фредрин опережает Бэйна на 300 монет. Уранус на 200 опережает Джой. У Мейдера все стандартно. У Роумеров также. Там Тарис сразу же посмотри на Беатрис. Клинок отчаяния первым же слотом. Без ботинков, без всего, без защитных айтемов. И идет максимальный урон. Я такое уважаю. Это красиво. Я респект отдаю однозначно за такие мубы. Ну и попытка зацепиться Д7 не попадает Куком. Сюда инициация от Секет. Тут же ставится клетка от Ив. Неплохо зацепился Кэта. Половина ХП теряет. Клеточка стоит. И Чима забирает очередную черепаху. Тут же много урона по Чиме. Там он дается. Играет по Яви. Явис влека отходит. Кружий Куком Д7. И через кровавую охоту все-таки уничтожает своего соперника. И минус Сен. Как же уверенно сейчас себя чувствует в Бернг Слэш. Получили, видимо, какую-то дополнительную мотивацию в боевой дух за победу, которую сделали до этого. И не находит он своим Куком цель в данный момент. Сен же прячется под вышкой. И что его, в принципе, спасает. Ребята переключают свое внимание. Сейчас больше, видимо, под нижний лайн. Интересная позиция у нас от Франкича. Фредлин также пытается играть по Баффу. Кому он ушел. Ушел все-таки, да. Бейн. Калтези вовремя подошел. Забрал для себя. И отлично. Ты такой сказал. Спасибо большое. И отошел в итоге много времени. Чима потерял. Идет инициация от Яви. Промахивается Хуком. Играет Сикет. Отпрыгивает два раза. И все-таки Дон застреливает эту вышку. Дополнительный объект для игроков команды Берн Эксплэш. Т1 на нижней линии. Пало. Да, к сожалению, разрушено. У нас Уранос тут подталкивает верхнюю лайн. Скипает немножко вот эти пачки крипов. Забирается вазончик у нас опять же коллективу справа. По золоту они на 2500 лидируют. Подкидывают здесь также неприятненьких крипов и меду. Здесь Карл Кизи дефается просто от Уранос и его пачек. Но будет также уходить. Помогает немножко просто открыть пространство для своего эксповика, который только-только возвращается сюда. Да, ну, слушай, как-то вот пока тяжеловато, конечно, на Экспе. Именно у Сэнфорда дела не очень идут. В отличие от Атома, который скипает пачки крипов и только-только, по-моему, начинает перетягиваться. Вообще нет, игнорирует Уранос и понимает, что его здесь забрать не представляется возможным. И заходит на синий баф Атом. При этом всем, кстати, каретку не забрал. Он решил, мы лучше ближе к тиммейтам. Вот это вот командный дух, вот это командная игра, когда вы жертвуете своей голдой ради того, чтобы помочь своим тиммейтам. 5 секунд появления черепахи. Да, здесь у нас неплохая вроде как была позиция. Вот Франко вместе с Валентиной идет игра. Попустите, секретол, очень мало хп остается. Забирает у нас Валентину, ставится еще клеточка Атыв. Не дает возможности никому сюда подойти. Замечают, что на черепашке уже происходят какие-то движения. Кто же засмайтит? И в очередной раз у нас забирает для себя это дело все Фредрин. Там прострел от Беатрис, огромный урон. Падает Сэнфорд на себе, держит огромное количество урона. И не отпустят Картизи отсюда. Идет игра и бам! Снайперская винтовка находит свою цель. И в осьминоге делается дырочка. Отправляет его на таверну этот снайпер. Да, 3-5 счетов. Слушай, Абернекс Флэш неужели выигрывают эту серию? Я не хочу, наверное, даже верить, что коллектив Эхо, чемпионы мира, М4, проигрывают коллективу, который, ну, не то чтобы, знаешь, очень слабый, но на него не возлагались такие надежды. Хотя многие предикты именно за зарубежного региона были, именно кастеров, были в пользу коллектива Бернекс Флэш. И в них верили. Камбоджа реально дает жару. Ну, это просто нечестно. Они родные стены и всякое такое. Знаешь, дополнительные бафы. Я считаю, что читинг. Но в любом случае ребята неплохо себя показывают. А вот Эхо что-то подсдают позиции. 4 тысячи разницы. Ребята набирают вот этих оборотов. Есть возможность что-то сейчас придумать. И неплохая позиция. Нет, все, нарисируется отсюда у нас Эхо. Но не хотят этого дела отпускать. Ребята из Бернекс Флэш. Тается ультимативная. У нас украденная. Ив далеко очень. Уранус заходит. Не хочет Санджи отпускать. Открывает большое пространство сейчас для своей команды. Для того, чтобы они могли подталкивать центральную линию. Но как бы он там не потерялся, мало хп остается, его будут добирать. Еще и ой, Кори подходит. Да, минус. Никто его половить не будет. Ну и, кстати, наконец-таки Бенни Кьюти получает первый ассист. Что немаловажно. Санджи тут же идет Хук. Кровавая фото. Пошло играть по Яви. Там. Ой, куча урона. Калтизи. До свидания, минус Яви. Продолжает свое шествие. Донат добивает еще Эйджой. И закрывает Бенни Кьюти. Что ты там делал, Бенни? Санджи единственный, кто выживает в этом файте. Это размен на Урануса, которого забрали уже очень давно. Минус Т1 на центральном коридоре. Заберу сейчас еще и Лорда. Для себя игроки команды BurnXFlash. Что происходит с Эхо? Я тоже этого не понимаю. Не похоже сами на себя. Забирается Лорда у нас, да. Коллектив направо. И сейчас будет уже выходить буквально через 20 секунд этот объект с базой BurnXFlash. Вот мы и посмотрим сейчас реплей. Все вроде начиналось неплохо. Забрали Урануса. Но вот здесь пошла Хук от Франка. Пошла ульта. Остается вроде как клеточка и кристальчик от Ив. Но это все не работает прямо в этом пространстве. Ребята наваливают киллов и как раз таки наращивают расстояние по вот этому перифарму. А еще и с Лордом эти 6000 могут превратиться в 8 и даже в 9. Да, это просто жесть какая-то. BurnXFlash давят, давят и давят. Тяжело. Максимально тяжело. Карл Тизи не может пока раскрыться. Бенни Кьюти тоже. Вот еще и Флик вообще. Зачем отдавать было? Если уж отдавать, то надо было, наверное, все-таки ближе к своей вышке. В любом случае он потерял этот очень ценный ресурс. И выход готовится с Лордом по всем сайдам одновременно. Т2 вышки будут падать 99,9%. Ну и разве что на топ-сайде удастся сохранить, потому что там Джои все-таки успела все это дело подсевить. Однако Уранус скипает пачку крипов и проблем тоже не должно возникать. Выход на бит готовится. Но и будут какие-то инициации. D7 хорошая клетка ставится. Тут же смертельный улов. Клетка еще на возврате от Сикета. Санжи. Санжи может погибнуть. Нет, отдается Флик. Хук Минума. Пошли пампушки. Яви. Яви по двоим. Стяжка. Таун. Чима. Давайте продолжать. Нужно Яви доигрывает по нему. Есть первый фраг. Донаттон убивает. И Сэндворт на лоу хп убегает отсюда. Как же настреливает Бенни Кьюти. И смогли задеваться игроки команды Эхо. Но очень много башен потеряли. Здесь больше, мне кажется, не то, что они удалось им задеваться. Если честно, ощущение, что Бернекс Флэш они очень далеко зашли. То есть, ну хватит. Т2 очень много позабирали. Лорд не костующий. Пора было бы отходить. Но ты посмотри, какой разрыв. 3500 почти разница между стрелками. Это просто сумасшедшие суммы. Есть уже и клинок отчаяния. Есть уже и сердце. Злобный рык. И варится уже следующий предмет, который сейчас, на данный момент, от Кэрри следов не будет оставлять. Если правильно спозиционироваться, ну очень тяжело придется. Второй персонаж, который у нас может вносить проблемы в виде Бэйна, он также отстает там на 1000, на 1200 над Фредерином. И прям неприятная ситуация. 6000 перефарма все еще сохраняется за Бернекс Флэш. И у них, по сути-то, почти все вышки стоят. Не почти, а все вышки стоят. Не смогли ничего забрать ребята из Эхо. Да, что творят? Что вообще происходит? Я даже не знаю. Я боюсь предположить, как закончится эта игра. 7К перевес для Бернекс Флэш. Это много. Мы уже очень сильно на это внимание акцентируем. Но ни одной башни не забрали Эхо. Ни одной черепахи. Ни одного лорда. Ничего не могут сделать. Абсолютно. И вот этот Пикуранус на самом деле большие проблемы. Привносит он на себя, забирает такое количество кнопок, что уже в файте конкретном отвечать-то и нечем. Фредрин там уже начинает играть по лордецкому. Здесь засада такая происходит на верхней линии. И также Валентина держится поближе к лорду, чтобы, если что, под саппортить и открыть пространство для своего лесничка. 5-10 счет. Лорда, видимо, отдают Эхо. А, Бернекс Флэш. Я понял, что они хотят, да, усиленного лорда. Поэтому они решили его отвезти. И усиленный лорд забирается для актива Бернекс Флэш. Очень быстро они с ним расправляются. Вообще боятся Эхо выходить на свою же территорию, даже в свой лес. Да, и я не знаю, честно говоря, что делать Эхо. Закрываться в максимальный деф, вот эту разницу по золоту отбивать. Ну, просто если сейчас ворваться в файт и не выключить Беатрис, она вам лица-то переломает. Разница в 3000 перифарма почти, там за 10 тысяч. Там все предметы уже по сути есть. 4 предмета на Беатрис и всего лишь 3 у Кэрри. Угу. И с этим нужно что-то делать. А лорд-то уже движется, и он уже такой серьезный парень-то. Уже можно кастануть. Это минус 3, да, однозначно. И вот и пошел врыв. Сейчас будет ультиматико рису от Бейна. Сразу же по крипам. Мне пока что холдится этой кнопочкой. Выход под Т3 на нижнюю линию. И ребята готовы биться. На Валентину находится недалеко. Секрет. Ставится у нас ультимативная от ИИВ. Но деф-вит стадану кнопки-то уже заканчиваются. Еще и ульта от Бейна закончилась. А ребята-то готовы навязывать файт. Не попадай, к сожалению, хуком у нас хуфра. Это, возможно, была бы даже конечная какая-либо. Забирается у нас ультимативная у ИИВ. И ребята готовы продолжать. Готовы выходить даже и в Т3 на верхней лайн. Подталкивается там пачку крипов. Из Беатрис готовы заходить. Потому что, ну нет, но эхо там сплывает. А вот хуфра, хуфра, хуфра. Полетел, а они туда. И сейчас не дадут нормально разрухиться. Роняют его. Беатрис его сбивает. С другой стороны идет игра. Так же, что Карл Тизио. Очень мало хп остается у Бейна. С другой стороны. Сэнфорд так же просто разваливает на секунду. Его взрывают. Там Бейна. И? Ну нет, подожди. Еще не могут закончить. Ломают колеску. Ломают колеску. Пока живы ИВ. И пока жива Кэрри. Вместе с каким-то любым танком. Много пачек по всем линиям. Неужели будут заканчивать Д7? Теряет много здоровья. Тут же полетели пампушки. Очень хорошо настреливает. Тикет. Тикет, правда, может убить своего соперника. Но нет. Это минус Чима. И все еще живет Бенни Кьюти. Бенни Кьюти жить. Д7 может погибнуть. Тем временем у Чимы тоже большие трудности. Карл Тизи. Карл Тизи. Карл Тизи. Все-таки погибает. Но есть Яви. Есть Яви. Яви. Инициация. Стяжка. Не туда, наверное. Или туда. Или туда. Да, удается все-таки расправиться со своими оппонентами. Живет Д7. Но вопрос, надолго ли я. Атома добивает Бенни Кьюти. Они отдэппались. Они отдэппались еще и заберут Франк и Чим. Да, ничего он уже здесь не сможет сделать. Слишком сильно в себя поверили. На самом деле, очень неплохую работу выполнили. Забрали все это три. И по правильному, честно, надо было отойти. Перефарм там уже сложился в 9 тысяч на тот момент. Сейчас потеряли большой кусок золота, который заработались. И сейчас еще и наращиваться будет преимущество за счет того, что все внешние Т1 кочки упадут. Даже выход намелевается под Т2 мышку. Не да. Ситуация становится попечальнее. То есть, необоснованно рискнули. Да, был шанс заиграть. Но слишком много персонажей. Еще ты отмечал, что Ив и Бэйн есть еще. Вот этот Яви просто заноза со своими врывами ультимейстерами. Ты понимаешь, очень хорошо Карл Тизи танковал. Прямо на таких лимитах. Он выживал достаточное количество времени, чтобы появился еще один фронтлейнер. И неважно, даже то, что он погиб, уже было, в принципе, не критично. Ну и начинают потихоньку забирать Черепаху. Карл Тизи вместе с Санджи и Яви находятся в позиции. А вот Джой на бот-линии. Опять же, боятся то, что, видимо, будут скипать пачки крипов. И каким-то образом захуже. Тем временем, Карл Тизи забирает красный. Нужно сюда перетягивать. Ставится дорога от Ив. Подкидывание идет от Лорда. Чим теряет небольшое количество хп. Атом решил ульту использовать для того, чтобы настакаться по-быстрому. И The Seven фуком промахивается. Тем временем запушивается бот-сайд в сторону BurnX Flash. На верхней линии проблемы могут быть у Эко. Но там отпушивает Ив и все еще держит Лорда. Пока что, да. Лорда стояние наблюдаем на экранах. Но сейчас это, возможно, все изменится. У нас подбежал сюда Уранус. И опа, ульта у Бэйна. В этот раз укралась. А здесь Франко зашел с другой стороны. Яви по нему играют. Идет ультимативное. Но только по одному. Ульта. Бэйна, две акулки сразу летят. Будет, скорее всего, здесь разбиваться. У нас секретная живет. Бенни, бенни. Нормально даваливает. Ой, ой, ой. Можно доиграть. Очень малость. Остается. Падает. Клетка. И очень важная сейчас падает Клазда. И Валентина падает. Еще и Франко. И сейчас остаются так мало героев. Чего падает. Берник слэш. Идет игра. Падут играть. Яви хорошо. Контроль. Но не успевает Адам мультануть. Эй, подожди. А Чима? Чима заходит сюда. А зачем Чима идет сюда? Смертельный лоб. До свидания. Садко даблкилл. Это конец. Это будет победа Эхо. Они их смогли перевернуть. Что сегодня вообще творится? Ну, сейчас еще появится Франко. Но вряд ли, да, что здесь можно будет придумать. 9 секунд. Даже с перефармленной вот этой Франис. Ой, Франис. Беатрис. Дональд. И ой, Яви хорош. Ой, Яви что творит? Яви это MVP просто сегодняшнего дня. На самом деле, сколько мул делал. Это просто жесть. Это просто жесть какая-то. Что творится? Что делает команда Эхо? Они камбэкают. Они возвращаются. Счет 2-2. Полноценная серия. В.О. 5. Это просто жесть. Мы их уже похоронили мысленно. Но они возвращаются. И переворачивают. Реверсвип по-другому и не называть. Как же жестко. Как красиво. Эхо молодцы. Просто вау. Просто вау. Эти игры реально очень крутые. И причем нету понимания, кто же выйдет победителем из следующих. Я вообще не знаю. Потому что столько было, да, удивлений. И сейчас я бы точно не предиктил или не спорил на то, кто же сможет выиграть и выйти здесь победителем. Ой, 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 показывают фанатов, которые просто в шоке от всей этой ситуации. Вот это на повторе, когда происходили все эти красочные моменты. Но ребята молодцы. Буквально от одного объекта, от одной вот этой важной встречи смогли добиться победы. И как бы заслужить 2-2 пока что счет, как мы уже говорили. И кто же у нас в противостоянии Best of 5 выйдет победителем? Кто же займет третье место, а кто четвертое? Не знаю, но я знаю, что точно мы заслужили ваших лайков, уважаемые зрители. Вот лайкосики за такие игры точно надо ставить. Снизу, в описании, есть еще ссылочки. Не забудьте подписаться, это тоже важно. Но лайкосик проставить необходимо прямо сейчас. Эта игра просто вау. Эта серия просто вау. Да, это что-то невероятное. Ну и заслуженный MVP у нас у Яви. Очень огромная работа на этом хупре была выполнена. Показывает нам сердечко. И да, 1-3-10, но статистика на роумерах сути не имеет. Можете для себя сборочку подглядеть. Но опять же на танках, наверное, это не совсем правильно делать. Потому что они собираются по ситуации. Это единственное, наверное, вот эта вот половинка проклятого шлема. Можно ее для себя засейвить и собирать. Ну а сейчас хайлайты. Да, хайлайты на ваших экранах. Все вначале проходило под диктовку Бернэксплэш. Нет, ну здесь файт был 2-2, да, размена. Дальше все именно в их пользу начало как-то складываться. И при этом вообще как они деппались, это просто нечто. Вот посмотрите, Калтизи сколько времени выигрывает. Санжи, да. Все, Калтизи падает, да. Но при этом всем успевает появиться Яви. И вот он, вот он момент, благодаря которому в том числе выиграет и Бенни Кьюти. Просто Даша с левой, с правой настреливает. Дамага просто тонны. Добивает еще и Атома. И вот он, последний решающий файп. И опять Хуфревич что вытворяет. Опять инициации. Прекрасные клетки ставятся от Санжи. И это просто жесть. Это просто жесть. Обидный на самом деле матч для Бернекс Флэш. Если бы не жадничали. То есть у них по факту за всю эту игру три проигранных файта. Первый файт это был как раз таки после Лорда. Когда они снесли все Т2 и там потерялись уже под Т3. Хотя могли уйти и просто следующий объект дождаться. Потом они забирают в очередной раз Лорда и пытаются доиграть Патрону. И опять им мешает вот этот Хуфра. Можно было просто отойти. Забрали ряд вот этих вышек. И все. Не жадничать. Вернуться. Дождаться нового объекта. На бешеном перефарме ничего бы вам там не сделали. Преимущества у противника никакого нет. Он находится не на своей базе. И потом в шестером, ну так скажем с Лордом, зайти и игру закончить. Но они решили рискнуть. И риск не сработал. Все абсолютно наши матчи. Мы уже посмотрели вот 4 в данном противостоянии. Эхо против как раз второй команды. 14-14. Примерно равные. Ты заметил? 15-16. Да, в Дернг Слэш. Примерно равные. То есть по счету ребята вообще особо не отличаются. Но вот по сути постоянно нас удивляют. Ну красавцы. Один момент, когда вот Атом и Чима пошли умирать под Лорда. То есть они по одному пошли. Это вот было немножечко странновато. Мне кажется они могли еще просто посражаться на своей базе. Куда больше было шансов, если бы они пошли дефаться от Лорда. Все. Тогда там они приняли.